Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня хочу вам предложить маленький эксперимент, а именно мы будем рисовать одно платье на пяти разных фигурах. Я считаю, что это очень интересный и полезный опыт в том плане, что мы все разные, у нас разный рост, разные пропорции, разные размеры, разные объемы. И, естественно, когда мы создаем одежду, мы хотим все-таки, чтобы она украшала человека, а не просто была как самостоятельная единица творческая. Ну, если мы не берем какую-то моду от кутюр, которая может быть просто отдельно как творчество, а именно вот одежда для людей, которая будет носиться. Смотрите, пять совершенно разных моделей. У меня совершенно разные у них пропорции, у кого-то длиннее ноги, у кого-то короче, там разный объем груди, разная высота груди, да, это все вот как бывает. Будем рисовать одну модель платья на них на всех, а потом я буду рада, если вы мне скажете, на какой фигуре эта модель платья будет смотреться лучше всего. Заодно вам похожу технику, как можно адаптировать эскизы в программе Adobe Illustrator под разные формы, если у вас нужно что-то поменять. Начну я рисовать с первой модельки. Все эти шаблоны фигур, все эти эскизы можно скачать у нас на сайте. Переходите по ссылочке под данным видео, и там найдете эти, не только шаблоны, есть еще мужские, детские, самые разнообразные. А сейчас поехали. Так, я блокирую слой, на котором у меня размещены мои шаблоны. Я их уже выстроила все в ряд, постаралась сделать их одного роста, но я думаю, что вы все понимаете, что помимо пропорций еще и рост бывает разный. Кто-то метр пятьдесят пять, кто-то метр восемьдесят. Но в данном случае давайте сделаем какое-то небольшое усреднение и посмотрим, как на этих пропорциях все будет смотреться. Рисовать буду вот на этой фигуре. У нас с вами все по классической схеме сработает. Если вы не смотрели, как я рисую, можете посмотреть другие мои видео, там детально все рассказываю. О платье я выбрала достаточно простую модель, но универсальную в том плане, что большинству немодельных фигур, давайте скажем так, не когда девушка ростом метр восемьдесят и весит 50 килограмм, она очень худая, а эта модель платья подходит. Но не всегда она подходит девушкам с небольшой грудью, поэтому давайте посмотрим, будет ли смотреться или нет. Это вот такой у нас будет эксперимент. И в рамках нашего челленджа 100 эскизов мы рисуем один эскиз, но смотрим его на разных людях. Так, начинаю я рисовать перышком, у пера выбран черный цвет, и буду я рисовать половинку. Будет модель платья с запахом, да, соответственно, глубину запаха мы можем с вами выбрать, и длину тоже. Вот это можно уже будет обсудить, на ком и как это будет лучше смотреться. А поскольку зона плеча и вот верхней части руки, что и называется плечом, потому что мы ошибочно называем плечом горизонтальную часть, тоже она не всегда самая красивая, я выбрала цельнокроенный рукав, который будет убирать нам эту зону и делать ее неактивной. Вот таким образом. Так, сейчас я беру пунктирную линию, вот здесь немножечко поправлю изгиб. То есть модель будет не очень сложная по конструктивным особенностям, но наша с вами работа будет заключаться в том, чтобы ее адаптировать на разные фигурки. Так, вот цельнокроенный рукавчик, мы сейчас тут тенюшечку дадим дополнительно, хотя при моделировании такого рода лучше не давать дополнительные тени, они могут, в общем, не очень удачно давать моделировать нам с вами. Все, так, здесь у меня есть возможность поджать, поскольку будет пояс, я ближе делаю к талии, но при этом хочу, чтобы было ощущение такого небольшого напуска. Вот так. Так, а теперь что я сделаю? Я возьму, скопирую вот эту часть и сделаю параллельную линию, раздублировала. Так, и мне нужно окно, обработка контуров. Так, разгруппировать. Вот, у меня получится только линия. Шаблоны у меня заблокированы, поэтому не могу я их зацепить никак, могу прям на них все располагать, ничего страшного. Вот так. Еще тоже смотрите в удобство, то, что в водополюстраторе можно с заливкой работать, и без заливки сразу видно все целиком. Так, теперь беру инструмент зеркальное отражение, от центральной линии мы раззеркаливаем, нажимаем кнопочку Shift, кнопочку Alt, опускаем кнопочку мышки, получаем нашу с вами красоту. Еще нам нужно с вами нарисовать спинку. Так. Так. Опять поправляем. Можно вот так вот вытащить. Я нажимаю, удерживаю. Ставлю инструмент опорная точка. Очень его люблю. Часто использую. Так, так. И тесьма. Ну, то есть, что-то типа с халатика, с такими-то накроенными рукавчиками. Но если оно из красивой плотной ткани, и, например, выполнен какой-либо узор, может быть, что-то типа гобеленового узора, смотрится очень стильно. Правда. Такая вот моделька. И вот здесь мы сделаем поясочек, на которой все будет завязано. Соответственно, здесь еще сейчас узелок. Узелок. И из узелка у нас с верхней части будет торчать завязочка. И с нижней части будет торчать петелька. Петелька. И здесь будет еще одна завязочка. Немножко широковато. Смотрим наше с вами платье. В принципе, уже все получилось. Теперь выбираю все. Делаю цвет заливки белым. Да, отлично. Добавляю на рукава тоже обработку. Один и второй. Вот у нас такая базовая штучка получилась. Немножко хочется побольше, потолще шнурок, чтобы смотрелся более объемно. Такая достаточно простая универсальная моделька. Посмотрите, можно вот спинку убрать, и тогда будет ощущение, что оно как бы там есть. Давайте так сделаю, чтобы мы видели, как она находится на модели. Вот. Теперь мы готовы к тому, чтобы это платье размещать на разных девушек. Что я сейчас сделаю? Я сейчас это платье размещу на всех, и потом мы его будем корректировать. То есть сделаю пять копий. Естественно, видите, что какие-то барышни у нас в него не влезают. Будем с вами смотреть. А, например, вот у этой барышни хочется немножко мне его покороче сделать. Она тогда будет более интересно смотреться. Так. Что я сейчас сделаю? Выберу вот эти объекты, уберу у них цвет заливки, чтобы мы видели, что у нас там прорисовано. Давайте приближаем эту барышню, будем на нее смотреть. Во-первых, хочется его приподнять на плечах. Плечи более массивные. То есть оно у нас будет вот так приподнято. Здесь у нас тоже требуется расширение. Смотрите. Как мы будем делать расширение? Мне нужен инструмент лассо. Я инструментом лассо буду захватывать вот эти вот штучки и кнопочками на клавиатуре я буду их отодвигать. То есть оно должно быть чуть-чуть пошире. Подгоняем под фигуру. Вот. И вот это тоже чуть-чуть у нас отойдет. И здесь тоже чуть-чуть отойдет. Вот. Эта точка чуть-чуть вниз и эта точка чуть-чуть вниз. То есть мы под фигуру платье садаптировали. Так. Цвет заливки базовый белый. Смотрим по длине. В принципе, мне нравится. Даже красиво. А вот здесь вот в первой модели если честно хочется немножко взять и вот эту линию искусственно поддернуть. То есть не совсем на естественной талии сделать. Чуть ее вверх. Тогда визуально модель удлинится. Так. Что мы делаем далее? Далее у нас прекрасная незнакомка. Убираем цвет заливки, чтобы мы видели. Теперь располагаем. Давайте расположим поверху. Вот здесь смотрю, чтобы точки встали относительно шеи и груди. Грудь большая, пышная. Это красиво всегда смотрится в декольте. А вот от всего остального обычно пытаются у такой фигуры отвлечь. Соответственно, расширяем рукавчик в одну сторону, в другую. Так. Теперь нам вот эту сторону нужно, естественно, двигать в эту сторону. Так. Так. Вот здесь сейчас нужно будет рукав немножко поправить по рисунку, но мы этим сейчас займемся. Теперь в таком платье будет важно, чтобы ткань не облегала тело прям по всем рельефам, а все-таки она немножечко стояла не совсем колом, имела какую-то жесткость. Тогда не будет фигура выглядеть как такая гусенечка, что иногда делают пышнотелые красавицы и одевают на себя леопардовые лосины. Вот не надо. Если ткань более плотная, она вас будет мягче обходить и будет смотреться намного красивее. вот так. Здесь у нас с вами будет вот так. И здесь тоже вот так. То есть получается, что рукава немножечко заходят туда-назад и сверху мы видим ту линию, которая форму груди обрисовывает. И здесь у нас даже наверное будет допустимо, если будет чуть больше открыта грудь для того, чтобы сделать все-таки акцент в нее. Это будет даже получше. То есть мы акцент смещаем на красивую грудь, зону груди, она большая, пышная. Сюда ее располагаем. Так давайте я сейчас заливочку применю и посмотрим, как это все смотрится, где нам нужно визуально ее подкорректировать. Ну, не сильно украшает, смотрится как халат. Можно пошире. Здесь уже, видимо, надо будет выезжать на красивой текстуре ткани для того, чтобы оно у нас было красиво. Так, давайте следующую попробуем. Убираем свои заливки и начинаем нашу с вами работу по подстройке платья. Как видите, я одну и ту же базовую основу на всех располагаю и уже начинаю с ней работать. Фигуры все разные. У каждой свои плюсы, свои минусы. Или, давайте, скажем так, свои особенности. Плюсы, минусы не совсем корректно, именно особенности. Так. То есть, я выбираю точку и начинаю ее кнопочками на клавиатуре смещать в ту сторону, в какую мне требуется. То есть, раз, и платье у нас с вами расширилось. Соответственно, раз, и здесь оно обудилось. Раз, и здесь тоже обудилось. Таким образом корректируем. Вот так. Так, теперь здесь то же самое. Выбираю все вот эти точки. Вот, в данном случае, когда он будет воспользоваться инструментом лосо, он поможет выбрать только нужные мне точки. Соответственно, так и вот так. Вот. Потому что иногда инструментом Direct Selection не очень удобно выделять. В общем-то, вот та ситуация, когда лосо мне поможет. Вот это, например, сюда сместить, и вот это сместить сюда. там уже сейчас подкорректируем. Здесь рукавчик тоже, вот эти точки должны уйти туда. То есть он как бы немножечко туда уходит, и эти точки тоже немножко туда. возможно их надо удлинить, нужно посмотреть. То есть вот эти точки приопустить. И эти точки приопустить. Так. Для более крупных фигур имеет смысл сделать детали более крупными. Например, вот то, что у нас есть. таким образом не будет смотреться, что большая фигура, на ней что-то маленькое такое. Нет, она будет смотреться более пропорционально. Также тут я бы тоже немножечко расширила. Вот так. Так. И последняя фигурка в этой фигурке у нас идет некоторый перекос в сторону того, что достаточно тяжелый низ. Это, кстати, такой практически классический представитель груши. Скорее всего, этот силой будет плохо смотреться. Здесь нужно плечики регулировать, чтобы все было хорошо. Но мы все равно его сделаем, посмотрим. Ведь смысл это именно сравнить, как у нас это будет получаться. поэтому давайте смотреть. Все как бы без гарантий, но мы посмотрим, как это платье будет сидеть. И это вот то, о чем я говорю, когда меня спрашивают, а если я шью или нужно, у меня эскизы или нет. Вот, конечно, нужно. Вы сможете хотя бы оценить, если у вас есть шаблончик фигуры или фотография клиента, и вы на него сможете приблизительно расположить то платье, то изделие, это может быть юбка-брюки, которую вы хотите, и уже поймете, а подходит под эту фигуру, хоть какое-то представление получится у вас. И это тоже очень даже неплохо и полезно. То есть сразу скажете, что нет, вам этот силуэт не нужен. Как правило, совсем опытные мастера не могут сказать, а с другой стороны, иногда не всегда получается переубедить, например, клиента, что на вас это не очень хорошо будет смотреться. Можно взять фотографию клиента, на него положить приблизительные эскизы, показать, смотрите, как это будет на вас. Готовы к такому? И уже далее услышите ответ. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Одна и та же модель платья, которая на разных фигурах смотрится по-разному. Я здесь не добавляла никакие корректирующие вещи, но в одной модели только я длину немножечко подкорректировала. Вот здесь, например, смотрите, я ее обузила по плечам, потому что мы предполагаем, что ткань плотная, но все равно она не будет стоять колом, как у пиджака с подплечниками. Соответственно, на эту фигуру скорее всего нет. Вот на такого рода фигуры, как вариант летней одежды, да и она может быть, но нужно подбирать фактуру ткани. Кстати, вот меня спрашивают, а как работать с фактурами ткани, давайте тоже еще дополнительно покажу. Сейчас мы скопируем все, что у нас есть. так. И наши с вами платьишки зальем. Я бы хотела залить. Сейчас мы откроем. Вот как можно искать. Например, вы заходите в гугл, да, фактура, заливка ткани, гобелин. Я уже подумала, что я хочу, смотрю картинки и смотрю примеры того, что есть. Но это как бы для себя очень неплохой вариант, чтобы посмотреть и чтобы им попробовать сделать. Вот если я сейчас не вижу того, что мне проглянулось, например, слово гобелина беру, посмотрю сейчас фактура, заливка ткани. Вот у меня есть вариант, заливка ткани, бесшовная. Гугл, он очень умный, очень красиво ищет, надо просто ему дать запрос, то, что любят в жутких розочках, как это говорится по классике, да, чтобы нам с вами могло туда встать более или менее. Вот здесь есть какие-то бесшовные текстуры, что-то дополнительно интересное. Вот какая-то такая днистая ткань, в принципе плотная, но не совсем то, что я искала. Так, розовая у нас уже была, есть много платных банков, можно туда зайти, Даним. Что я сейчас сделаю? Давайте мы сделаем имитацию Данима, потом посмотрим. Правая кнопочка Миши, сохранить картинку, как? Сохранили я ее на рабочий стол. Теперь перехожу в иллюстратор, файл, открыть, рабочий стол, вот она наша заливочка. Она открылась. Давайте мы проверим ее, насколько она хорошо бесшовная, как это сделать. Сейчас мы ее немножечко с кнопочкой shift уменьшим, вот так, чтобы все-таки осталось, и закинем ее в панель образцы. Теперь выбираем наше с вами платье и заливаем. у нас все получилось. Поскольку модельки разные, придется ручками немножечко поработать и сделать заливку всех элементов. Вот есть стык, видите, не совсем удачная фактура, вот он стык, я его вижу. И достаточно крупный рубчик получается. Но вот так издалека эскиз неплохо смотрится, понятно, что какая-то плотная длиннистая ткань. Можно выбрать все и сделать вот так. Получаем с вами заливочки. Единственное, что можно сделать потолще цвет контура, чтобы лучше выделялось то, что у нас нарисовано. Так, жирновато. Давайте сделаю полтора. Вот такой у нас эксперимент. Скажите, какая как вам данная модель на разных фигурах, является ли она универсальной, для какой фигуры, на ваш взгляд, она не подходит и будет ее только портить. Фигурки давайте так и пронумируем 1, 2, 3, 4, 5. И, как видите, Adobe Illustrator очень удобен для этого. Создавая одну модель, потом вы можете ее видоизменять и адаптировать под те модели и те параметры, которые у вас есть. А если вам понравилось такого рода видео, обязательно ставьте мне лайк, комментируйте на какой фигуре вам больше нравится и хотели бы еще что-то посмотреть, что-то сравнить, я буду очень рада вашим вопросам и комментариям, обязательно их учту в создании следующих видео. Не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. На этом все, до скорых встреч, пока-пока!